Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и это Bitcoin Обзор. Ну что, Bitcoin у нас с вами продолжает формировать локальный аптренд с потенциальным отскоком, с закрытием хотя бы части вот этого падения. Как я вам напоминаю, мы наблюдали уже на Dash, который полностью закрыл это локальное падение, на Litecoin, который даже переписал локальный High, и пока еще не видели на BitKey и на Ethereum с вами. Но видим попытки к этому, поэтому смотрим, что сейчас происходит. Локально, быстро. Вот мы по BitKey в рамках коррекционной FIBA уже прошили 23 уровень и идем к 38. Это у нас 17700, 17800 примерно. А так в целом-то идем на 0,61,8, скорее всего, как минимум. Это у нас 19100. Короче, идем, да, куда-то в сторону 20000, ребята, и желтая точка на двухчасовом таймфрейме, я вам напоминаю, что тоже достаточно неплохой сигнал в довесок. Но что я вам хочу сказать? Хочу вам сказать другое, что если мы отдаляемся на 4-часовой, на 6-часовой, на 6-часовом, кстати, хорошая тоже дивер, хорошая желтая точка вот здесь на дивере, то я вам хочу сказать, что отдаляясь дальше даже на дневку, вот, тут уже совсем другие горизонты видно, потому что сейчас, когда все вокруг ждут, ну, очень многие, точнее, очень многие вокруг ждут биткоин еще ниже, с умным видом эксперты там, причем сильно ниже, да, там даже 4-значный биткоин, причем серьезные эксперты, даже Бен из CEO Bybit в своем интервью, Карлу не исключал поход ниже 10 тысяч. Но вернувшись на графике, что мы видим на 3-недельном таймфрейме, пока вам все, короче, промывают мозг, что мы пойдем еще ниже, медвежий рынок не окончен, я вам покажу другое, я вам покажу сигнал того, что это уже точно дно, правда, смотрите, у нас есть, конечно, медвежий дивер, это тоже в пользу медведей, у нас есть огромный медвежий дивер, но, тем не менее, на 3-недельном таймфрейме мы с вами видим зеленую точку, которая была где? Была еще, ребята, по 20 тысяч долларов, и это для меня сигнал того, что это ультимативнейшее дно, и в рамках, как бы, такого месячного, можно сказать, почти 3-недельного таймфрейма, это абсолютно нормально, то есть, неважно, 16, 20, 24, там, 30, 15 тысяч долларов, это все зона дна, такая же, как была вот здесь, посмотрите, и такая же, как была вот здесь, правда, здесь еще была ложная, здесь было 2 зеленых точки по итогам, да, здесь еще была красная, но в целом это все было на одном и том же уровне дна, как вы можете видеть, и первая зеленая точка, кстати, отсигналила на, вообще, на идеальнейшем заходном после дна, но тоже, видите, была разница вот этого, эти 20%, биток тогда стоил то 220 баксов, то 150 непродолжительное время, поэтому сейчас подобная ситуация с 20, с 16, или сколько мы уже стоим, вон памп происходит, 17, 17200 уже в моменте, вот, поэтому для меня это знак того, что это глобально, в целом, дно рынка, и да, мы можем еще год, конечно, протусоваться, сходить сейчас выше, потом опять ниже, но в целом это оно, сквизанем, не сквизанем, уже по большому счету пофиг, потому что, смотрите, на месячном у нас есть эти зеленые точки на сайфере, но еще пока нету сейчас, то есть в прошлых циклах они есть, а сейчас мы вот-вот ее нарисуем, посмотрите, сайфер после падения с 16 тысяч на 20, даже не подзагнулся, смотрите, то есть сайфер уже нам говорит о том, что все, как вот здесь и вот здесь, и это полезно смотреть старшие тайфреймы, потому что они точно говорят о фазе рынка, и да, вы скажете, блин, Гринни, медвежий дивер на месячном таймфрейме, но это уже все, камон, биткоин будет теперь только падать, но даже если так, биткоин входит в более глубокий медвежий рынок, теперь будет только падать, и да, и нет, ребята, даже если так, то он же не будет только падать вот так, скорее всего будет сильный технический отскок, а в рамках бычьего сценария, я вам скажу, что это тоже его не отменяет, потому что медвежий дивер на месячном таймфрейме говорит нам о чем, что даже если сейчас будет супер-мега-тузамун в ближайший год с перехаем, то вот потом он говорит нам о том, что актив очень сильно пострадает и, возможно, будет более долгий какой-то, мы не знаем какой, но более долгий медвежий рынок. То есть этот медвежий дивер говорит вот примерно про то, что мы через несколько лет уйдем в более глубокий медвежий рынок. А сейчас пока да, вот что я вижу. Я вижу на сайфере очень сильные сигналы, плюс на недельках очень интересный бычий дивер, вот этот. И по SMP-хе тоже. Хочу вам напомнить, что у нас был отрисован первый за 6 лет бычий дивер, о чем мы писали в телеге, кстати. Обязательно подписывайтесь к нам в телегу, чтобы не пропускать такие штуки. В общем, у нас за последние 20 лет было всего 4 таких бычих дивера, и все отыгрывали, как вы можете видеть, вот идеально. И он уже пошел отыгрывать этот бычий дивер. Посмотрите, мы не пошли еще ниже, как ожидали многие, потому что перед падениями у нас не было таких бычих диверов. Вот здесь у нас не было бычих диверов. Вот, и то же самое мы видим сейчас на биткоине, который немного запаздывает за фондовым рынком. Так что я жду, что мы отыграем этот бычий дивер, ребята, и улетим на луну, наконец-то. Напишите, чего ждете вы. Показываю свои позиции. Взял немного мана, ну, копеечную позицию, Decentraland мана. Если вы помните, я делал даже небольшой обзор на этот проект, и в целом по быче настроен, но я вам рассказывал, я вышел практически на пике, мне повезло просто, конечно. Давайте посмотрим мана. Ну, мана, кстати, я ее торговал на Poloniex еще, к BTC, поэтому давайте это и посмотрим. Мана, ооо, какие сквизы на Poloniex шикарные. Ману на Poloniex я покупал где-то вот здесь, мне кажется, вот здесь даже. И потом ходлил, 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 а когда узнал, что она сделала где-то 100 иксов, давайте посмотрим, кстати, да, сколько она могла даже в среднем. А, ну не 100 иксов, ладно, гоню. 25 иксов к биткоину, короче, ну 20. Я ее там и подпродал, и я об этом рассказывал на канале в прошлые годы. Вот, а сейчас, на мой взгляд, она, конечно, может еще хорошенько упасть к битку, но в целом она, кстати, держит uptrend, смотрите. И интересный момент. Поэтому я решил на небольшую часть маны, которая у меня осталась в ходли, открыть по ней лангец. Но вообще, конечно, выглядит ужасно. Я просто люблю контртренд торговать, вы знаете, поэтому дисклеймер, не финансовый совет. А так, в целом, да, битдао на удачу. БТС, только дот, что? Дэш. Вот Дэш, кстати, лучше всего дает. Я все время закрываю, открываю. Вы поймите, кто-то писал там, не понял про твои позиции. Я торгую плавно. Я разгружаюсь лесенкой, догружаюсь и перезахожу. В данном случае я перезашел почти по всем позициям. Я уже забрал полностью прибыль с части, ну, с этого движения. И перезашел выше. И я их закрываю руками. То есть, если вы не закрываете руками, ставьте стоп-лоссы обязательно. Более подробно в видеообзоре по бирже Bybit, который сейчас появится у вас сверху, посмотрите обязательно. Так что торговать надо аккуратно, с холодной головой, потому что большинство, конечно же, потеряет. Надо понимать. Когда вы зарабатываете, кто-то вам отдает. Значит, кто-то потерял. Поэтому будьте умнее. Всем профитролей. Вот. А по дэшу, отдаляясь на дневке, еще раз вам напоминаю, что я жду, вот, например, локального куда-то на 100 баксов. А глобального знаете куда. Поэтому все ссылки в описании, ребята. Всем всего хорошего. И до следующей встречи. Пока. А, и по DXY, по DXY забыл сказать очень важный момент. Вот он стоит на этом уровне сейчас, на недельках, да? А на дневках он вроде как пробовал отскочить, но не отскочил. Короче, DXY в целом туда. Но если через отскок, то тогда крипта возможна. Коррекция и фондовый рынок тоже коррекция. Но тоже не факт, потому что сейчас мы увидим декорреляцию. Все, пока. Скоро увидимся. Продолжение следует. Продолжение следует.